Продолжение следует... В которой были такие слова, наконец-то микрососудистая или микроваскулярная, это синонимы стенокардия, и золушка превратилась в принцессу. Но вот после последнего конгресса 24-го года европейского мы поняли, что у этой принцессы столько разных одежек, что дай бог нам с ними разобраться. И поэтому не случайно мы наш симпозиум назвали микроваскулярная стенокардия вчера, сегодня и завтра. И об этом мы поговорим. Первый доклад будет представлен Леоновой Ирины Анатольевны. Микроваскулярная стенокардия, фенотипы, критерии диагностики, город Санкт-Петербург. Доброго утра, уважаемые коллеги. Наш доклад будет представлен на тему микроваскулярной, или, как правильно сказала Слава Анатольевна, микрососудистой стенокардии. Поэтому оба этих термина, как и аббревиатура, будут встречаться в нашем докладе. Но прежде всего хотелось бы сказать об отсутствии конфликта интересов, как положено по рекомендациям общества кардиологов. И перейти уже к следующему слайду. Как уже правильно сказала Слава Анатольевна, появились новые клинические рекомендации по хроническому коронарному синдрому Европейского общества кардиологов. И там, по сравнению с предыдущими определениями, изменилось понятие ишемической болезни сердца и хронического коронарного синдрома. Мы видим, что если ранее ишемическая болезнь сердца определялась как патологический процесс, связанный с накоплением трансклеротических бляшек, и при этом могли быть как абструктивные, так и не абструктивные изменения коронарных артерий, причем эпикардиальных, то по определении этого года говорится о том, что все-таки хронический коронарный синдром и ишемия миокарда может возникать из-за структурных или функциональных изменений, которые связаны с различными изменениями коронарных артерий, как на уровне эпикардиальных артерий, так и на уровне микроциркуляции. Также был представлен центральный слайд в главе, посвященный необструктивному поражению коронарных артерий, из которого следует, что ишемия миокарда, которую мы наблюдаем у наших пациентов, причем она может как сочетаться со стенокардией, этот вариант как раз анока, то есть анджайна, или это просто ишемия миокарда, это не только пациенты с обструктивным поражением коронарных артерий, они составляют на самом деле не более 1 трети таких пациентов, а 2 трети часто скрыто от нас, и это пациенты, у которых выявляется ишемия миокарда различными тестами, и в то же время у этих пациентов может быть или отсутствовать клинический синдром стенокардимия при сборе жалоб пациента. Ранее долгое время имелось представление о том, что существует первичная микрососудистая дисфункция, то, что ранее еще Кемпом было названо кардиальный синдром X, это первичная микровоскулярная дисфункция у пациентов при отсутствии изменений коронарных артерий. И также вторичная микрососудистая стенокардия, это вторичная микровоскулярная или микрососудистая дисфункция, связанная с различной патологией миокарда, как гипертонической болезнью, так и другими причинами гипертрофии миокарда, но и иными состояниями, приводящими к изменению структуры миокарда. То сейчас стало понятно, что так коронарная микрососудистая дисфункция, которая лежит в основе заболевания, может приводить не только к развитию ишемической болезни сердца, в том числе как острых, так и хронических форм. Мы на этом слайде можем видеть, что коронарная микрососудистая дисфункция может приводить к острому коронарному синдрому, в то же время и у пациентов с хроническим коронарным синдромом, как с обструкцией, так и без обструкции коронарных артерий. И в то же время могут быть патологии, не связанные с коронарными артериями, в частности сердечно-недостаточной сохранной фракции выброса кардиомиопатии, синдром Токацуба. То есть многообразие различных клинических проявлений, в основе которых лежит коронарная микрососудистая дисфункция. На основании полученных данных, уже упомянутым ранее профессором Крея, была создана такая классификация коронарной микрососудистой дисфункции. Она была создана несколько ранее, но вот переработана к последние годы, и она включает в себя понимание того, что существуют различные нозеологические формы и различные патогенетические механизмы, лежащие в основе этих заболеваний. Имеется разделение на четыре типа. Первый тип – это микрососудистая дисфункция при отсутствии заболевания миокарда, клапанной патологии и обструктивной ишемической болезни сердца. Второй вариант – это микрососудистая дисфункция при абструкции коронарных, так называемой абструктивной ишемической болезни сердца. Микрососудистая дисфункция при заболеваниях миокардой клапанной патологии, упомянутой уже ранней гипертонической болезни, болезнь накопления. И ядрогенная микрососудистая дисфункция, то есть микрососудистая дисфункция, возникающая при различных коронарных вмешательствах. Но и на эту тему у нас будет следующий отдельный доклад, поэтому разрешите на этом не останавливаться. Перейдем к отдельным типам, вариантам микрососудистой дисфункции. Первый вариант – это тот вариант, который был описан еще Крея. Затем в патогенез были добавлены представления о том, что это нарушение эндотелия независимой вазодилатации. И связано это с патологией микроциркуляции, это изменение проартериал и артериал, которые приводят либо к нарушению их дилатации, либо к избыточной вазоконстрикции. И к данным изменениям приводят различные состояния, имеющиеся пациента факторы риска, через реализацию различных механизмов, связанных с оксидативным стрессом, снижение доступности оксида азота, увеличение активных форм кислорода, молекулы адгезии, приводят опять же к нарушению эндотелия зависимой, эндотелия независимой вазодилатации, повышение чувствительности к спазму и иногда и протромботическим состояниям. В то же время у пациента может существовать одновременно и коронарная микрососудистая дисфункция, при обструкции коронарных артерий и у пациента, мы видим на данном слайде, имеются изменения, которые сочетаются, и у этих пациентов возникает как ремоделирование артериел, так и увеличение жесткости сосудов, снижение плотности капилляров, и происходит опять же нарушение у части пациентов эндотелий зависимой вазодилатации, у других пациентов эндотелий независимой вазодилатации, также их сочетание. При обструктивной коронарной болезни сердца микрососудистая дисфункция способствует ухудшению коронарного кровотока как уже измененных стенозированных артерий, так и в ряде случаев и в тактах эпикардиальных коронарных артерий. Важно то, что нарушение кровотока и снижение интеркоронарно-перфузионного давления может вызывать последующие как функциональные, так и структурные изменения, которые приводят к нарушению микроциркуляторного русла дистальной стеноза. И важно то, что даже после того, как проведена успешная революскоризация миокарда, как показали результаты исследований ШИМИ, в ряде случаев все равно микрососудистая дисфункция сохраняется. И у пациентов с сахарным диабетом второго типа она встречается чаще. У пациентов, у которых имеется заболевание миокарда либо клапанная патология, микрососудистая дисфункция развивается вследствие кислительного стресса, микрососудистого воспаления, имеются определенные экспериментальные данные, которые говорят об активной роли воспаления. У нас будет также представлен отдельный доклад на эту тему, поэтому разрешите подробно на этом не останавливаться. Мы здесь видим коронарное микрососудистое разрежение у пациента с гипертрофией миокарда левого желудочка. Это результаты биопсии миокарда и микроскопия. Изменения могут происходить у пациентов с различными состояниями, различными заболеваниями, в том числе и у пациентов с болезнями накопления. У пациентов в данном случае представлены на слайде изменения у пациентов с кардиальным милоидозом. Мы видим, что даже при отсутствии кардиальной ишемической болезни сердца у этих пациентов могут возникать симптомы ишемии, которые объясняются как раз наличием микрососудистой дисфункции. То же самое встречается у пациентов с болезнью фабрии. И такие же изменения могут встречаться у пациентов с гипертрофией миокарда любого происхождения. В частности, на слайде представлено, что коронарная микрососудистая дисфункция приводит к ухудшению прогноза у пациентов с гипертрофической кардиомиопатией. Также в клинических рекомендациях, которые уже обсуждались Европейского общества кардиолога, исходя из понимания всех этих процессов, накопленных данных, сложился алгоритм диагностики больных с ишемией миокарда и отсутствием обструкции коронарных артерий. После того, как мы первично оценили пациента и поняли, что у пациента имеются ангенозные боли, оценивается претестовая вероятность ишемической болезни сердца, включаются внесердечные симптомы, и пациенту выполняется ишемический тест, но чаще всего это стресс-тест с физической нагрузкой, который доказывает наличие у пациента ишемии миокарда. Если мы получили доказательства ишемии миокарда, дальше в любом порядке нам надо получить доказательства нарушения микрососудистой дисфункции. Это могут быть различные методики, представленные на данном слайде, причем последовательность может быть различна. Вначале могут быть проведены исследования коронарных артерий, которые доказывают наличие или отсутствие обструкции коронарных артерий. Это может быть как неинвазивная, так и инвазивная коронарография. И также функциональная визуализация. И говорится в рекомендациях общества кардиологов о том, что это может производиться в любой последовательности в зависимости от возможности центра. Таким образом, в результате данных исследований доказали, что у пациента есть ишемия миокарда, отсутствует обструкция коронарных артерий и имеются признаки микрососкулярной дисфункции, неинвазивным образом оценены. И далее надо доказать, что у пациента имеются нарушения микросиркуляции в зависимости от функционального тестирования при инвазивной коронарографии. И пациенту выполняется последовательно тест введения моденозина от стилхолина, причем от стилхолин в разных дозировках, для того, чтобы оценить, какие изменения обнаружены. Имеется ли механизм эндотелий независимой вазы дилатации, связанный с введением аденозина или эндотелий зависимой вазы дилатации, как на введении от стилхолина, как на уровне микросиркуляции, так и на уровне спазма эпикардиальных коронарных артерий. И в зависимости от того, какие данные получены, в последующем предлагаются изменения, вот также в рекомендации Клинического общества кардиологов, оценить инвазивным именно образом у пациентов с симптомами, которые находятся в медикаментозном лечении, у пациентов с необструктивным поражением коронарных артерий, именно инвазивным образом оценить варианты, эндотипы, их называют коронарной микрососудистой дисфункцией, что может в дальнейшем повлиять на изменение терапии, тактики терапии и последующем улучшение качества жизни. Причем мы видим достаточно высокий класс доказательности. А вот те неинвазивные методы, которые мы упоминали ранее, как мы видим, имеют меньший класс доказательности в новых клинических рекомендациях 2ББ. И на основании всех полученных данных, проведенных методов диагностики были сформулированы несколько эндотипов, физиологических эндотипов, мы можем их назвать также фенотипами, которые также представлены на этом слайде. После того, как было доказано у пациента с клинической картиной стенокардии и шимия миокарда, выполнена ангиография, у пациента отсутствует обструкция эпикардиальных коронарных артерий, ему проводится коронарно-функциональное тестирование при помощи теста с аденозином и цитилхолином. И в зависимости от этого мы получаем несколько эндотипов. Это пациенты, у которых выявляется коронарная микрососудистая дисфункция, положительный тест с аденозином. Кроме того, это пациенты с положительным тестом с цитилхолином, это варианты микрососудистого спазма, пациенты с эпикардиальным спазмом, причем он может сочетаться с стенокардией, а также может не сочетаться с стенокардией. И также пациенты, у которых имеются изменения при тесте с аденозином и также выявляются изменения при тесте с цитилхолином, когда имеется микрососудистый спазм. Это вот часть пациентов с микрососудистой стенокардией, у которых реализуются оба механизма. Пациенты, у которых имеется доказанный эпикардиальный спазм, стенокардия, изменения на ЭКГ соответствуют фенотипу вазоспастической стенокардии. И полученные данные в последующем могут привести к изменению терапии. То есть терапия у этих пациентов должна основываться на функциональном фенотипе. Что же делать нам в нашей реальной клинической практике, поскольку, как вы знаете, мы, к сожалению, не можем использовать инвазивные тесты вазоактивные для такого типирования наших пациентов. Но мы используем то, что предлагается с меньшим классом доказательности. Тем не менее, мы можем это использовать. В первую очередь мы обязательно должны доказать ишемию миокарда стресс-тестами. Это нагрузочные тесты, тредмил, виллергометрия. Затем обязательно надо выполнить тесты, выявляющие микрососудистую дисфункцию. Это могут быть различные варианты. Это трансторакальная доплеровская кардиография с аденозином, и позитронно-эмиссионная томография миокарда, и аффекты, и МРТ миокарда. Но и, кроме того, возможно, исследование нарушения дотелезависимой вазодилатации путем оценки индекса реактивной гиперемии на приборе НДОПА-2000. Он косвенным образом также определяет нарушение дотелезависимой вазодилатации. И далее хотелось бы ко второй части доклада перейти к представлению клинических фенотипов, их патогенетическому обоснованию. Это, в первую очередь, фенотип, классический вариант микрососудистой стенокардии при отсутствии заболевания миокарда. Это, опять же, то, что мы раньше называли кардиальным синдромом Х. Представляется пациентка 55 лет, которая уже находится в менопаузе. Последние два года у нее появились ангенозные боли. Сначала при небольшой физической нагрузке, которые приходили в покое, потом физическая нагрузка стала более ограничена. Хуже всего пациентка себя чувствовала в холодную погоду, но при физической нагрузке боли также появлялись и в любое время. В течение некоторого времени пациентка не обращала внимания на симптомы, не лечилась, затем начала принимать нитроглицерин сублингвально в принципе с положительным эффектом. Появление болей связывает с психоэмоциональной травмой. Если мы оценим факторы риска, то у пациентки имеется несколько избыточная масса тела, у нее сидячий образ жизни, повышение уровня липопротеидов, низкая плотность, и она не курит, и повышается артериальная гипертензия только в момент стресса. Пациентке рекомендовано амбулаторно бета-блокаторы от силосалициловой кислоты, статины и нитраты потребований. Кроме того, кардиологам ей было рекомендовано сущное мониторирование ИКГ и стресс-тест. Выполненных о кардиографии данных за структурные изменения миокарда не было получено. На данном слайде мы видим, что у пациентки имеется транзиторная депрессия сегмента СТ при выполнении сущного мониторирования ИКГ, которое связано с увеличением ЧСС, и важно то, что ангенозные боли длились дольше, чем эпизоды депрессии сегмента СТ. Такие же данные подтверждены при исследовании нагрузочного теста Редмилл. Также мы видим достаточно выраженную горизонтальную депрессию сегмента СТ, которая совпадает с началом типичных ангенозных болей. И тоже видим такой несколько срочный вариант, когда у пациентки в восстановительном периоде сохраняется изменение ИКГ и болевой синдром. Это достаточно типично для таких пациентов с вариантом микросозудистой стенокардии от первого типа без обструктивных поражений коронарных артерий и отсутствия какой-то патологии миокарда. У пациентки выполнена ангиография. Мы видим, что отсутствуют изменения коронарных артерий, стенозы не выявлены. И вот нами выполнен тот метод, о котором уже говорилось ранее, премьера оценки эндотелиальной дисфункции при помощи прибора НДПА-2000. Мы видим, что у пациентки уявляются нарушения функции эндотелия, эндотелия зависимой вазодилатации. Пациентке выполнены МРТ сердца с двумя пробами, холодовая проба с аденозином, и мы видим, что преимущественно имеется реакция на тест с холодом, это вот первая картинка, обозначенная красным, приходящая субэндокардиальная динфекты перфузии и малой интенсивности в указанных сегментах. Таким образом, у пациентки имеется коронарная дисфункция на уровне микроциркуляции, преимущественно за счет нарушений вазодилатации. Следующий пример это фенотип пациента, пациентки при заболеваниях миокарда, пациентка с гипертрофией миокарда левого желудка вследствие длительного течения артериальной гипертензии, пациентка более возрастная. Мы видим, что пациентку также беспокоят боли за грудиной при физической нагрузке, но также они сопровождаются еще и одышкой. У пациентки имеются тоже определенные факторы риска, артериальная гипертензия, наследственность, избыточная масса тела и длительный анамнез артериальной гипертензии. Пациентка получала бета-блокаторы, отстилсалициловую кислоту, статины, гипотензивные препараты и уровень артериального давления был в необходимых пределах. Мы здесь видим данные хокардиографии, что у пациентки имеются признаки гипертрофии миокарда левого желудочка, выполнен суточный монитор и КГИ, затем нагрузочный тест, доказано ишемия миокарда электрокардиографически. Пациентке выполнено опять коронарографией, и стенозирование коронарных артерий не выполнено. Также выполнена оценка функции эндотелия, тоже определена дисфункция эндотелия. Мы видим, что индекс 1,63 при норме более 1,67. Также пациентке выполнено МРТ сердца с пробами, с двумя холодовая проба, это и с аденозином. Здесь мы видим, что примерно одинакового степени выраженности изменения как при тесте с холодом, так и при тесте с аденозином. То есть у пациентки имеются два механизма, как эндотелия, зависимая и независимая ваздилатация, поскольку у пациентки имеются уже структурные изменения миокарда, у пациентки имеется гипертрофия левого желудочка. Следующий вариант это фенотип пациента с обструктивной ишемической болезнью сердца и микрососудистой стенокардии, развившей этого больного. Это мужчина с типичной клинической картиной стенокардии, с имеющимися факторами вириска в виде дислепидемии, курения, артериальной гипертензии, избыточной массы тела и получает он стандартную терапию по своему заболеванию. Дебют ишемической болезни сердца несколько лет назад. Пациенту выполнялась коронарография, выявлены изменения стеноза в бассейне передней межелудочковой артерии, огивающей в артерии, выполнена ангиопластикой стентирования передней межелудочковой артерии. Однако, рецидив ангинозных болей, доказаны изменения на стресс-тесте, пациенту вновь выполняется коронарография и еще ангиопластикой стентирования. В последующем вновь рецидив болей через два месяца после вмешательства, Опять положительный нагрузочный тест, повторная коронарография, ранее установленные стенты без рестеноза, определяется локальный стеноз, который был признан на основании фракционного резерва короток геноменически значимым и рекомендовано стентирование. Однако пациент не успел попасть на плановое стентирование, поскольку обратился в связи с серией болей в скорую помощь и был госпитализирован в рамках острого коронарного синдрома. Ему вновь был имплантирован стент в огибающую артерию, поскольку стеноз был признан значимым. Пациент, к сожалению, опять почувствовал боли за грудины. Пациент сказал, что никакого эффекта от проводимой ранней вмешательности, к сожалению, не было. И пациенту был выполнен также МРТ с аденозином в данном случае только. Мы видим изменение циркулярного характера, располагающееся преимущественно субэндокардиально. То есть у пациента тест положительный, доказано нарушение микроваскулярной дисфункции, у пациента доказаны ишемия миокарды, изменение терапии при соединении некорандила, привело к улучшению симптоматики. Пациент с пациентом связывается недавно, чувствует у себя несколько лучше, ангенозные боли сохраняются, но беспокоит его гораздо меньше. И последний наш клинический пример – это то, чего не было в классификации КРЭИ, но то, что мы видим в реальной клинической практике, представляется женщина молодого возраста с достаточно интенсивным болевым синдромом, достаточно часто возникающими болями, при бытовых физических нагрузках, а также возникающих в покое, требующих больших доз нитроглицерина. Мы видим, что у пациентка с сохраненной менструальной функцией, у нее достаточно умеренные факторы риска, небольшое повышение липопроводов низкой плотности, а другой никакой патологии нет. Пациентке выполняется последовательно в случае на мониторирование КГ, нагрузочный тест, который доказывает наличие ишемии миокарда. Пациентке выполняется ангиография и доказывается спазм проксимального сегмента огибающей артерии до субокклюзии, разрешающейся после введения нитроглицерина. И при выполнении оптической конкретной томографии данных за обструкцию коронарных артерий нет. У этой пациентки мы также изменили терапию, которая привела к улучшению клинической симптоматики, но данный клинический пример также будет представлен на сессии, которая будет параллельно идущей в другом зале. Таким образом, мы можем сказать о том, что существуют различные клинические фенотипы микрососудистой стенокардии. По результатам инвазивной коронарной ангиографии с вазоактивными тестами выделяются определенные фенотипы, которые связаны с нарушением вазодилатации или вазоконстрикции. И что важно, что терапия пациентов с микрососудистой стенокардии должна определяться как клиническими, так и патофизиологическими фенотипами. Но о лечении будет наш следующий доклад, который представил Галина Николаевна. Спасибо за внимание. Спасибо, Ирина Анатольевна. Я думаю, что вопросы в конце, да, Галина Николаевна? Можно я сейчас спрашиваю? Да, пожалуйста. Хотела бы сейчас спросить, Ирина Анатольевна, извините, пожалуйста. Вопрос. Последний клинический пример, который вы показали, спонтанный спазм коронарной артерии при проведении коронарографии. Вы рассчитываете, что этот спонтанный спазм является основанием для постановки диагноза микрососудистой стенокардии? Вообще такой диагноз пока еще не правом. Да, уважаемая Галина Николаевна, дело в том, что у этой пациентки дважды выполнялось. Но тут достаточно сумбурно, поскольку все-таки это была не основная тема доклада, представлен случай. Дело в том, что у этой пациентки выполнялось дважды исследование в разных учреждениях. И там действительно был спазм, сопровождающийся ангенозными приступами, изменениями на ЭКГ в момент выполнения ангиографии. Просто здесь не представлю так подробно эти данные. Я могу добавить, у больной были приступы болей в предутренние часы, в 5-4 утра. Очень серьезные приступы ангенозные, которые проходили от нитратов быстро, это раз. И во-вторых, дважды на суточном мониторировании ЭКГ были эвации. Да, это просто не только, а просто в данном случае мы, к сожалению, не смогли представить все данные. Депрессия при физической нагрузке, и мы расценили это как микроваскулярное. А внутренние часы элевации, то есть вот и вазоспастическая синоколезия. То есть сочетание вазоспастической и микроваскулярной. Ну мы, да, за неумение времени, к сожалению, не смогли все данные представить. И как показывает наш опыт, даже собственные данные литературы, это самый неблагоприятный фенотип. Когда субэпикардиальный спазм и микрососудистый спазм. У нас была такая пациентка, которая погибла, к сожалению, внезапно у нас в стационаре. От вазоспазма эпикардиальной артерии. Но у нее и в покое были приступы, и при нагрузках. В покое, при утренней часы с элевацией. Да, но очень важно, вот, к сожалению, в клинической практике бывают такие случаи, когда при коронарографии спазм спонтанно воспринимается как субтодальные стенозы коронарных артерий, и больным имплантируют стенты. Вот очень важно, что Вы показали, что именно при монетарировании подъема СТ это признак вазоспастической синокардии. Спасибо за пример. Да, конечно, коронарография – это не критерий диагностики вазоспазма, совершенно верно. Он бывает и при нормальных артериях. Я с удовольствием приглашаю наших помощников, наших интервенционных кардиологов, потому что возникают часто у врачей вопросы с low flow, no reflow, что это такое. И вот наши коллеги, которые очень помогают нам в диагностике микроваскулярности на кардии, потому что у нас была возможность выполнять тесты с аденозином до недавнего времени, и у них новые есть подходы даже к оценке спазма микрососудистого. Тарас Светланович, пожалуйста. Доброе утро, глубоко уважаемые коллеги, глубоко уважаемые председательствующие. В рамках этого сообщения будут рассмотрены вопросы, касающиеся микроваскулярности на кардии после полной тревускулизации миокарда, а также вопросы, связанные с феноменами замедленного или невосстановленного кровотока после таких вмешательств. Результаты реномензированных клинических исследований продемонстрировали, что возобновление или сохранение стенокардии после полной, в том числе, чрезхожной ревоскуляризации является не столь редким клиническим сценарием. Эти данные известны, так, в частности, в исследовании CARAGE и в исследовании SYNTEX, до 30 и более процентов получивших стентирование в дальнейшем имели стенокардию, и даже в таком исследовании, как FAME, послужившим в том числе основанием для включения физиологического исследования коронарного кровотока в текущей рекомендации, даже при проведении чрезхожного вмешательства под контролем измерения фракционного резерва кровотока рецидив стенокардии наблюдался почти у 20% больных. Вместе с тем, фотофизиологические механизмы стенокардии после чрезхожного вмешательства разнообразны. Они включают в себя в том числе структурные причины, например, связанные с несостоятельностью стенда, такие как ростеноза или тромбоз стенда. Кроме этого, может быть прогрессирование атеросклеротического поражения в других сегментах коронарных артерий, так называемых non-calcate ligness. Достаточно большую группу причин возобновления стенокардии после полной ревоскулизации составляет неполная ревоскулизация, поскольку само по себе определение полноты ревоскулизации, как мы знаем, может быть разным и включает в себя как полную анатомическую, так и полную функциональную ревоскулизацию. И в данной ситуации могут быть варианты с определением полноты ревоскулизации. Ну и кроме этого, в ряде случаев, несмотря на проведение ревоскулизации, может сохраняться диффузный атеросклероз бисфокального стеноза, либо наличие миокардиальных мостиков. Функциональные причины стенокардии могут в себя включать как достаточно быстропроходящие ситуации, связанные с механическим растяжением артериальной стенки, стентом, так и вазомоторные нарушения, в том числе обусловленные активацией специфических механизмов, связанных с имплантацией стенда с лекарственным покрытием. И, наконец, интересующая нас в большей степени в этом контексте коронарная микровоскулярная дисфункция, которая по обновленной классификации Края и Камича уже относятся ко второму типу. Если мы говорим о патофизиологии коронарной микровоскулярной дисфункции после полной ревоскулизации, то она, в свою очередь, включает в себя несколько механизмов. Это, как известно, фиксированная сниженная микроциркуляторная проводимость в результате структурного ремоделирования микрососудистого русла и связанная с этим увеличение минимального сосудистого сопротивления. И также динамическая артериальная абсургция, как результат вазомоторных нарушений. Что собой представляют механизмы, лежащие в основе коронарной микровоскулярной дисфункции после ревоскулизации? К сожалению, они на сегодняшний день недостаточно изучены и, вероятно, многочисленны. Во-первых, в результате наличия хронической абструкции происходит хроническая адаптация коронарной микроциркуляции, выражающаяся в том, что уже в состоянии покоя развивается максимальная вазодилетация, и эта способность к вазодилетации оказывается нарушенной, а для ее нормального восстановления требуется время, которое может быть различным. Как уже упоминалось, имплантация стенда с лекарственным покрытием сама по себе может приводить к развитию эндотелиальной дисфункции, и через кожное вмешательство само по себе может вызывать коронарную микровоскулярную дисфункцию за счет микроэмболизации частицами Дебриса, которые, с одной стороны, могут вызывать закупорку мелких коронарных артерий, и, с другой стороны, вызывать перевоскулярную воспалительную реакцию. И это уже относится к четвертому типу по классификации края и камеча. И, наконец, коронарная микровоскулярная дисфункция может существовать еще до чрезкожного вмешательства, а ее негативные проявления могут быть просто обнаружены уже после того, как обструкция эпикардиальных сосудов устранена. Таким образом, перед кардиологом, который впервые предполагает микровоскулярную дисфункцию у пациента после полной чрезкожной ревоскуляризации, перед кардиологом стоит серьезный вызов, который заключается в том, что, как уже обсуждалось сегодня, необходимо исключить все остальные, в том числе экстракардиальные причины болей в грудной клетке и прочие структурные и функциональные нарушения. И после этого прийти непосредственно к подтверждению диагноза микрососудистой стенокардии с золотым стандартом, в котором на сегодняшний день считается проведение инвазивного коронарного физиологического исследования, которое включает оценку эндотелий независимой микрососудистой функции, эндотелий зависимой функции и оценку вазомоторной функции или, возможно, вазоспазма. Это исследование проводится по определенному алгоритму, один из вариантов которого представлен на правой части слайда, но, так или иначе, все составляющие должны быть выполнены. Критерии коронарной микроваскулярной дисфункции по результатам инвазивного коронарного физиологического тестирования представлены в согласительном документе Европейского общества кардиологов, опубликованном в 2020 году, и они базируются на критериях группы Кавадис. Прицельно занимавшихся этими вопросами и опубликовавшим свои наблюдения двумя годами ранее. Эти критерии включают в себя уже упоминающиеся изменения таких показателей, как коронарный резерв кровотока, пограничное значение может варьировать в зависимости от методики, которая используется для его определения, также включает в себя определение повышения индекса микроциркульторного сопротивления, также возможны два варианта этого показателя. Исключение микроваскулярного спазма или подтверждение микроваскулярного спазма на фоне внутрикоронарного введения цилхолина. И, наконец, еще один критерий, который присутствовал в оригинальных критериях группы Кавадис, но в дальнейшем он не был включен в текст согласительного документа, по причинам которого коснусь немножко позже. Это интересующий нас феномен замедленного тока контраста или так называемого slow-flow, который определяется при помощи ангиографически используемого показателя Timmy Frame Count. И граница установлена больше 25 в документе группы Кавадис. Что с собой представляют все эти методики? Вкратце я прокомментирую каждую из методик. Во-первых, показатели резерва коронарного кровотока и микроваскулярной резистентности можно определить с помощью такого исследования, как внутрикоронарное доплеровское исследование. И оно заключается в исследовании скорости коронарного кровотока с помощью внутрикоронарного доплеровского датчика исходно в состоянии покоя, а затем на фоне максимальной вазодилетации, вызываемой путем введения гиперемического агента, а именно аденозин трифосфата в соответствующей дозе. Формулы для расчета представлены в нижней части справа. Резерв коронарного кровотока определяется как соотношение пиковой скорости коронарного кровотока на фоне гиперемии, отнесенной к пиковой скорости средней скорости кровотока в исходном состоянии. А показатель микроциркуляторной резистентности определяется как соотношение дистального коронарного давления на фоне гиперемии к пиковой средней скорости кровотока коронарного во время гиперемии. С помощью альтернативной методики также можно определить эти показания. Альтернативная методика заключается в проведении измерения коронарного резерва и микроциркуляторной резистентности с помощью метода термодилюции. Метод основан на том, что измеряется время, среднее время прохождения болюса, физиологического раствора комнатной температуры по коронарной артерии. И время прохождения этого болюса регистрируется температурным датчиком, расположенным на проводнике, заведенном в коронарную артерию. Таким образом, исследуется среднее время после трехкратного болюса, среднее время прохождения в покое, а затем на фоне максимальной гиперемии. И таким образом, резерв коронарного кровотока рассчитывается как время прохождения болюса, физиологического раствора в исходном состоянии, отнесенного к среднему времени прохождения этого физиологического раствора на фоне максимальной гиперемии. А микроциркуляторная резистентность оценивается как дистальное давление коронарное на фоне гиперемии, умноженное на среднее время прохождения на фоне гиперемии. Эти методики очень достаточно точны, очень хорошо исследованы и рекомендованы, в том числе последними европейскими рекомендациями с высоким классом показаний, но, к сожалению, они на сегодняшний день недоступны для использования, в связи с тем, что отсутствует регистрация этих устройств. И в связи с этим для нас, может быть, большую актуальность смогло бы приобрести именно более доступное исследование, такое, как было предложено группой Кавадис, это оценка замедленного прохождения контраста с помощью такого показателя, как TFC. Эта аббревиатура шепшивается как TIMI Frame Count или количество кадров TIMI. Дело в том, что методика была разработана группой исследователей, которые изучали эффективность тромболизиса при инфаркте миокарда, и в ходе этого исследования была предложена классификация кровотока по шкале TIMI с градациями от 0 до 3, и в том числе была предложена и предложен способ количественной оценки коронарного кровотока после тромболизиса, который заключается в том, что необходимо было подсчитать количество киногаторов, необходимых для того, чтобы контрастное вещество достигло каких-то определенных ориентиров в коронарной артерии. В частности, для передней межжелучки артерии представлены три анатомических варианта. При любом из вариантов всегда можно найти в апикальном сегменте передней межжелучки артерии место такой дистальной бифуркации на две ветки, и именно до этого анатомического ориентира считается необходимым оценить время прохождения контрастного вещества. Каким образом мы можем увидеть это на ангиографии? В данном случае представлен достаточно типичный вариант замедления тока контраста по коронарным артериям, что характерно, это замедление отмечается и в бассейне левой коронарной артерии, и в бассейне правой коронарной артерии. Ангиографически у пациента нет каких-то явных абструктивных поражений, но вот такое замедление коронарного кровотока сразу наводит на мысли о том, что возможно у пациента есть некие проблемы с микроциркуляцией, а именно возможно у пациента микроваскулярной стенокардии. Каким образом можно выполнить измерение этого показателя? В данном случае на иллюстрации представлено, что во время введения контраста необходимо оценить первый кадр, на котором контраст касается обеих стенок сосуда, и дальше вести подсчет именно от этого кадра, отслеживая распространение контраста по коронарной артерии, и затем уже наблюдая, как контраст распространяется до заранее определенного ориентира, в частности апикального сегмента с бифуркацией. В данной ситуации распространение контраста по коронарной артерии произошло за 100 кадров ангиографических. Следует отметить, что съемка ангиографическая по рекомендациям авторов должна производиться при скорости 30 кадров в секунду, а при этом для того, чтобы усреднить показатель и сделать его сопоставимым для всех коронарных артерий, то для передней межелудочной артерии применяется поправочный коэффициент 1,7, в связи с тем, что передняя межелудочная артерия, как правило, имеет самую большую длину из всех артерий. Вот такой перспективный, казалось бы, показатель, тем не менее, не получил подтверждения по результатам исследований. И в том числе последнее, одно из недавних опубликованных исследований показало, что несмотря на то, что у пациентов с феноменом замедленного коронарного кровотока являлись достоверно более низкие значения исходной средней скорости кровотока по данным доплеровского исследования и более высокие значения микроциркуляторной резистентности, но при этом отсутствовали значения в резерве коронарных кровотокосей фар при использовании как АТФ, так и ацетилхолина, и при этом была крайне низкая и чувствительность, и специфичность этой методики в отношении выявления микровоскулярной дисфункции. Таким образом, на сегодняшний день мы можем сказать, что ангиографический феномен и подсчет количества кадров по ангиограмме не могут предсказать ни один из показателей ни эндотелезависимой, ни эндотелезависимой коронарной дисфункции и не являются диагностическими у пациентов с стенокардией и необструктивными коронарными артериями. Вместе с тем, этот показатель может в целом применяться достаточно успешно в качестве нашей локальной альтернативы в отсутствии необходимых устройств для непосредственного прямого инвазивного измерения с помощью доплеровского датчика или методики термодилюции. В данной ситуации мы можем, оценив количество, время прохождения контраста по коронарной артерии при его замедлении у пациентов после превоскулизации или безревоскулизации, оценивать исходный показатель, затем можем оценить тот же самый показатель TFC на фоне гиперемии, максимальной гиперемии в тём введения инфузии аденозин-трифосфата. И таким образом, взяв в соотношение двух этих полученных результатов, можем вывести некий аналог показателей CFR, то есть резерва коронарного кровотока. Нами был опробирован этот метод. Более того, были даже рассчитаны некие аналоги индекса микроциркуляторной резистентности. В этой ситуации нам необходимо только дистальное давление, которое может быть получено с помощью имеющихся и зарегистрированных устройств. И на основании собственных данных мы можем сказать, что вот этот такой, скажем, суррогатный показатель CFR, основанный на измерении количества кадров, он в целом достаточно неплохо коррелирует с инвазивным показателем, основанным на методе термодилюции. И в целом может таким образом временно до регистрации этих устройств быть некой альтернативой для оценки показателей CFR. Что касается патопсиологических механизмов коронарной микровоскулярной дисфункции при остром коронарном синдроме, то здесь они совершенно отличаются. Несмотря на то, что они могут включать в себя вазомоторную дисфункцию, вместе с тем огромное значение приобретает уже микрососудистая эмболизация атеротромботическими фрагментами, а также ишемическое микрососудистое повреждение, которое вызывает перевоскулярный отек, воспаление, а также интрамиокардиальное кровизлияние. И данные варианты коронарной микровоскулярной дисфункции при остром коронарном синдроме могут возникать как при инфаркте без обструкции коронарных артерий, так при варианте абструктивного острого коронарного синдрома, ну и наконец при остром коронарном синдроме, при котором выполняется чрезкожное вмешательство, то есть происходит восстановление просвета коронарной артерии, но при этом развивается так называемый синдром ноу-рефлоу или синдром нарушения восстановления кровотока. Вот если говорить о том, какие существуют варианты этого синдрома, то классический синдром ноу-рефлоу предполагает под собой репорфузионные повреждения у пациентов с острым инфарктом миокарда, при котором миокардиальный кровоток в зону инфаркта полностью отсутствует, несмотря на ревоскулиризацию инфарктов поражения, и это происходит из-за механического разрушения капилляров в зоне некроза или давления капилляров из-за отека миокарда. И вот это выявление этого феномена, оно тесно связано с очень плохим прогнозом, практически в 10 раз повышается смертность у этих пациентов по сравнению с пациентами, у которых не было синдрома ноурифлоу, при котором в ходе самой процедуры ревоскулиризации кровоток может оцениваться по классификации ТИМИ как 0, 1 или 2, но при этом по окончании процедуры мы видим восстановление скорости кровотока до нормальных значений, до степени 3. Вместе с тем, по данным ряда исследований этот феномен, даже транзиторный феномен ноурифлоу, может быть ассоциирован с увеличением госпитальной и 6-месячной смертности. Каковы механизмы развития синдрома вот такого синдрома замедленного или невосстановленного кровотока у пациентов при чрезкожном вмешательстве, в том числе при полной ревоскулизации у пациентов с острым коронарным синдромом? Исследования показали, что несмотря на имеющееся представление о том, что вот такая дистальная эмболизация в первую очередь вызвана тромботическими фрагментами, практика показывает, что не только и не столько этим моментом обусловлено, сколько данный феномен обусловлен механическим воздействием на бляшку во время чрезкожного вмешательства, а именно разрушением фрагментации липидов и другого содержимого бляшки и эмболизации периферических артерий этим содержимым. и как уже было доказано, факторы риска развития этого синдрома имеют множественную природу, они относятся как к характеристикам самой бляшки, а здесь речь идет о бляшках с высоким риском разрушения, к таким бляшкам относятся атеросклеротические бляшки с большим некротическим ядром. Кроме этого, имеет значение обстоятельств, в которых выполняется черескожное вмешательство, например, имеет значение размер баллона или стента, давление дилетации, объем нижележащего сосудистого русла, и по результатам внутрисосудистой визуализации были выявлены некие предикторы вот такого замедленного или невосстановленного кровотока у пациентов с острым коронаврным синдромом. И к этим предикторам были отнесены такие показатели, как низкоэхогенная бляшка, вот на первой иллюстрации представлена низкоэхогенная, то есть эхогенность, которой практически эхопрозрачная бляшка, мы видим такое полулуние с 6 до 12 часов достаточно темного цвета, это собой отражает наличие бляшки с богатым липидным ядром и соответственно с высоким риском разрушения. Атенуированная бляшка, так называемая атенуированная бляшка на второй картинке представлена, где несмотря на отсутствие кальция, тем не менее по правой части стенки сосуда с 12 до 7 часов мы видим интенсивное затухание ультразвукового сигнала, несмотря на отсутствие кальция, либо какого-то препятствия, это также бляшка высокого риска. Разрыв бляшки, положительное ремоделирование, но положительное ремоделирование предполагает с собой увеличение диаметра артерии в зоне поражения по сравнению с максимальным референтным диаметром сосуда. И также имеет значение такой показатель как объем бляшки или бремя. В англоязычной версии это термин известен как plug-bird. Нашими коллегами из Всеволожского получены определенные данные, которые в этом консекте заслужат внимания. Сейчас в настоящее время проходит сессия, которую ведет в том числе и наш коллега Владимир Николаевич Ордеев у коллектива этой клиники самый большой в стране опыт выполнения внутрисосудистой визуализации при остром коронарном синдроме. Они проанализировали свои данные и получили, что далеко не наличие тромба в коронарной артерии, а именно большой объем бляшки является предиктором замедленного или невосстановленного кровотока при чрезкожном вмешательстве при остром коронарном синдроме. И они выявили количественные критерии. Площадь атерома в срезе с максимальным плакберден наиболее часто и достоверно превышал пограничное значение в 17 квадратных миллиметров. В этой ситуации риск slow flow или нового reflow был максимальным. И в этом смысле мы можем говорить о том, что те критерии, которые являются при внутрисосудистой визуализации и те бляшки, о которых мы говорим, бляшки с высоким разрывом, по сути дела, это нестабильные бляшки. И критерии выявления нестабильных бляшек были предложены еще по результатам первого исследования проспекта в 2011 году коллективом, известным в своей среде, который, включая Гарри Минца, Гарри Гастона и прочих известных интервенционных кардиологов. И выяснилось, что среди предикторов имеют значение в том числе объем бляшки более 70% и минимальная площадь просвета меньше 4 квадратных миллиметров и тонко-покрышечная фибра атерома по данным радиочастотной трисососудистой ультрасонографии. И интересно, что широко обсуждающиеся и опубликованы в этом году исследования PREVENT. Также, если мы обратим внимание на критерии включения, то увидим, что вот эти интересные результаты, которые получены и обсуждаются, они были получены как раз-таки у пациентов, включенных в исследование на основании тех же самых критериев нестабильности бляшки, а именно в том числе включающих нагрузку или объем бляшки больше 70% и прочее. О чем это говорит? Это говорит о том, что эти показатели, говорящие об объеме поражения о большой атеросклеротической бляшке с богатым липидным ядром, это, по сути дела, те факторы, которые играют роль как в дестабилизации течения ишемической болезни сердца, так и являются факторами риска нарушения микроциркультурной приходимости при чрезкожных коронарных вмешательствах. Какие у нас на сегодняшний день существуют проблемы или можно даже их сказать пробелы в диагностике вот этих состояний, о которых мы говорим? Во-первых, отсутствует регистрационное удостоверение для устройств, для инвазивной оценки СЕФАР, АИМАР, ЭЧИМАР. Отсутствует регистрационное удостоверение на ацетилхолин, который, тем не менее, в других странах представлен различными производителями. Но что интересно, проблема применения этого препарата, который выпускается, в первую очередь, как офтальмологический препарат, она существует и в других странах. И, в частности, вот на правой части слайда можно увидеть, что только в 2017 году был выпущен пресс-релиз о том, что в Японии показания использования данного препарата для провокации вазоспазма было введено, дополнено для этого офтальмологического препарата вот только в 2017 году. Ну и, наконец, таким, скорее, какой-то опечаткой или ошибкой можно считать то, что в наших отечественных гайдлайнах ацетилхолин не указан как препарат для выявления спазма, а указан аденозинофосфат, который не только не применяется с данной целью, но и не имеет регистрационного удостоверения. В заключение хотелось бы отметить, что феномены замедленного или невосстановленного кровотока у пациентов после ревоскулизации миокарда при остром коронаревном синдроме и при стабильной ишемической болезни сердца имеют неодинаковое клиническое и прогностическое значение, а также различную связь с коронарной микровоскулярной дисфункцией. А всесторонняя оценка коронарной микровоскулярной дисфункции невозможна без полного спектра инструментов, необходимых для ее оценки. В ряде случаев возможно использовать такие доступные методики как некая альтернатива как расчет ангиографических показателей и тимифреймкаунт, но что еще более важно оценка характеристик атеросклеротической бляшки с помощью внутрисосудистой визуализации и мы видим что роль внутрисосудистой визуализации возрастает в том числе расширенный и класс показаний и расширенные показания в последних европейских рекомендациях оценка с помощью внутрисосудистой визуализации в ряде случаев позволяет выявить предикторы развития коронарной микровоскулярной дисфункции при черезкожном вмешательстве и принять меры для снижения юриста. Спасибо. Спасибо, Тарас Ярославович. Мы, конечно, перебираем по времени, но очень короткий вопрос, если можно короткий ответ. Тарас Ярославович, а вот если мы находим до стентирования у больного с инфарктом миокарда вот такую большую нестабильную бляшку, при которой высок риск на рефлоу, тактика меняется, стентирование? Светлана Фанасьевна, здесь тактика зависит от двух моментов. В первую очередь нам необходимо убедиться, что данная бляшка является гемодинамически значимой. То есть у нас должны быть либо данные неинвазивного исследования, либо мы должны с помощью нашей функционального инвазивного исследования измерения фракционного резерва кровотока подтвердить значимость этой бляшки. Если по данным фракционного резерва кровотока мы определяем, что бляшка гемодинамически незначима, Здесь на сегодняшний день все-таки тактика, согласно европейским рекомендациям, однозначно. Это медикаментозная терапия, наблюдение. В ситуации, если данное поражение атеросклеротическое, представляющее собой большую пляшку с богатым липидным ядром, является гемидинамически значимым, в такой ситуации мы сталкиваемся с риском развития острой коронарной микровоскулярной дисфункции во время человеческого замешательства. Но в данной ситуации есть результаты исследований, в которых, в частности, при таких вариантах использовали устройство дистальной защиты, и достаточно успешно. И в этой ситуации один из возможных вариантов именно этот. Без стентирования? Это фильтры, ловушки во время стентирования. Без стентирования? Стентирование, но с использованием дистальных защитных устройств. Спасибо. Потому что было недавно исследование, которое показало, что нестабильная бляшка даже небольших размеров – это показание к стентированию, как будто бы и прогноз лучше. То есть вопрос? Да, речь идет об исследовании Prevent, но вот интерпретация его на сегодняшний день все-таки не так однозначно. Спасибо, дорогие коллеги. У нас пока… А, еще вопрос давайте коротко только, да? Вопрос? Нет? Тогда мы продолжим. Я с удовольствием предлагаю трибуну Галины Николаевны Соболевой, которая занималась тестами с ассетилхолином много лет назад. И у них были очень интересные с Юрия Александровичем Карповым результаты. Но, к сожалению, видите, сейчас мы делать это не можем. И она нам расскажет об очень важной проблеме. А лечить-то как этих пациентов с разными фенотипами микроваскулярной стенокардии? Потому что лечить на самом деле трудно этих пациентов. Спасибо большое, Светлана Фанасьевна, за представление. Дорогие коллеги, доброе утро. Я очень рада, что вы пришли на наш симпозиум. Интерес к нашей проблеме не остывает, а только разогревается, я вижу, с годами. И если кто-то был раньше на наших докладах, на предыдущих… Ой, микрофон выключился. А на предыдущих конгрессах вы почувствуете, каким образом накапливается материал и меняются взгляды на проблему микрососудистой стенокардии. И, собственно говоря, я здесь попытаюсь и отразить. У меня нет конфликта интересов. И на этом слайде представлены основные исторические вехи в изучении проблем кардиального синдрома X, которая долгое время так называлась микрососудистая стенокардия. И вы видите, как влияли технологические возможности визуализации изменений структурных в коронарных артериях, а также оценки кровоснабжения миокарда в становлении нозологической формы микрососудистой стенокардии. И если в 1906 году было доступно изучение коронарных артерий только по данным аутопсии, и доктор Ослер впервые описал стенокардию при неизмененных коронарных артериях, подтвержденных аутопсинными данными, то в 1967 году по мере внедрения коронарографии в клиническую практику уже группа врачей перечисленных опубликовали случай стенокардийнопряжения при ангиографически неизмененных коронарных артериях. А в 1973 году один из этих докторов, доктор Кэм, впервые предложил термин «кардиальный синдром X», потому что не было понятно тогда еще, почему развивается ишемия, каковы ее механизмы при неизмененных коронарных артериях. И только с внедрением новых технологических приемов, о которых говорил сейчас Тарас Ярославович Ирина Анатольевна, уже стали вознуждены представления о том, что основной патогенетический механизм развития ишемии миокарда связан с нарушением тонуса сосудов на уровне микросоркуляции. Таким образом появился термин «микрососудистой стенокардии». Но вот в моем докладе я буду часто употреблять термин «ишемическая болезнь сердца при необструктивном изменении коронарных артерий», ну и «бока», и «нога» так называют ее в международной литературе, потому что микрососудистой стенокардии, как вы знаете, нет в МКБ-10, которой мы с вами пользуемся, и мы классифицируем это заболевание как КБ-стенокардию, АИ-20, при малоизмененных или неизмененных коронарных артериях. И я должна сказать вам, что в последних трех важных документах, которыми мы должны с вами руководствоваться в своей клинической научной практике, это согласительный документ экспертов по ИБС и необструктивных изменениях в коронарных артериях, клинические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации по стабильной ишемической болезни сердца. Кстати, сейчас уже принята новая версия, и 12 сентября на портале МИЗДРАВА вы сможете ознакомиться с новыми рекомендациями национальными по стабильной БЭС, где также представлен раздел микрососудистой стенокардии. И, наконец, последние рекомендации Европейского общества кардиологов 24-го года по хроническим коронарным синдромам. И здесь я должна обратить ваше внимание на тот факт, что европейские эксперты больше склоняются к термину ишемия без обструктивных изменений коронарных артерий. Поэтому в нашем докладе часто мы будем употреблять как термин микрососудистой стенокардии, которая вошла в МКБ-11, но нам пока эту классификацию не утвердили в стороне, так и термин ишемической болезни сердца при необструктивном изменении коронарных артерий. Вот в этих основных документах я хотела бы акцентировать ваше внимание на тот факт, что подчеркивается увеличение распространенности этой формы ишемической болезни сердца, роста сердечно-сосудистых осложнений, госпитализации в том числе, в связи с тем, что у этих пациентов развивается хроническая сердечная недостаточность, и растут расходы здравоохранения на обследование и лечение таких пациентов. Но проявления я не буду останавливаться об этом, говорила подробно Ирина Анатольевна, и значение придается не только традиционным факторам риска, но и таким факторам, как воспаление, вегетатинная дисфункция, микрососудистая жесткость кондуитных артерий. И очень важно, что пробелами по-прежнему остаются отсутствие популяционных исследований, то есть регистров нет таких достаточно больших. Необходимо изучать риски развития фенотипов ишемии при неизмененных коронарных артериях. И пока еще недостаточно доказательная база для рекомендаций по диагностике лечения этой формы ИБС. В чем отличие последних рекомендаций Европейского общества кардиологов от предыдущих? То есть 5 лет перерыв, и я должна сказать вам, между прочим, к собственному большому удовлетворению, потому что инвазивные тесты, о которых говорил Тарас Ярославович, введение ацетилхолина, я покажу вам в картинке позже, это очень сложный метод, доказательность наличия микрососудистой стенокардии сопряжен с развитием побочных эффектов, с которыми приходилось нам сталкиваться. И мы пришли к тому, что разработали неинвазивные тесты, перфузионные методики оценки коронарного миокардиального кровоснабжения с помощью стресса МРТ, стресс КТ, сведением аденозин-трифосфата. И в последних рекомендациях Европейского общества кардиологов подчеркнуто, вы видите, появился стресс КТ, коронарография. То есть не просто КТ, коронарография в оценке анатомических изменений в коронарных артериях, но и комбинация метода оценки перфузии с КТ, коронарографией. Эти методы обладают превосходной отрицательной предсказательной значимостью. В случае положительного теста должна быть исключена абструктивная форма ЭБС, то есть проведение инвазивной коронарной корофии. И только гибридные технологии, подчеркиваются такие, как перфузионная КТ, коронарография, ПЭТ-КТ, обеспечивают комбинированное изображение эпикардиальных коронарных артерий и функциональное тестирование коронарной микроциркуляции в одном исследовании. Но я не буду подробно останавливаться. Тарас Ярославович прекрасно показал в своем докладе, как верифицировать диагноз ЭБС при необструктивном поражении, в том числе микрососудистую стенокардию с помощью ацетилохолиновых тестов. Обратите внимание, что при нормальных показателях резерва коронарного кровотока слева столбец голубого цвета, проведение необходимого ацетилохолиного теста, по мнению экспертов Европейского общества кардиологов, международных сообществ, и в случае появления вазоспазма на ацетилохолине крупных эпикардиальных артерий вы верифицируете наличие ацетилохолиного теста. В случае сниженных показателей резерва коронарного кровотока, определяемых с помощью инвазивных методик и проведения ацетилохолиного теста и появлении спазма крупных эпикардиальных артерий, также вазоспазическая стенокардия и микрососудистая стенокардия, возможно, на ее наличие в случае отрицательного теста, то есть в случае отсутствия спазма крупных эпикардиальных артерий, но появление ЭКГ-изменений или типичных болей по типу стенокардии и приведения ацетилохолина. В 1923 году были изданы рекомендации Американского общества кардиологов, и вы видите, что указанные выше инвазивные показатели определения коронарного кровотока позволяют дифференцировать назначение той или иной медикаментозной терапии пациентам с микрососудистой стенокардии или ЭБС безобструктивного поражения коронарных артерий. Очень коротко, при повышенном микрососудистом сопротивлении больше 25, базовая терапия обязательно должна включать статин, ацетилсалициловую кислоту, гибитор АПФ, отказ от курения, изменение образа жизни. При снижении резерва коронарного кровотока антиангенальная терапия должна быть начата с назначения бета-блокаторов, преимущественно с сосудорасширяющими свойствами, то есть это корвидилол, но мы предпочитаем назначение имбивалола, и как препараты второй линии в случае отсутствия эффекта от назначенного препаратов-бета-блокаторов назначение веропамила. И при доказанном спазме сосудов микроциркуляторного росла обязательно назначение антиангенальной терапии в виде амладиепина, никарандила и ранолазина. Последние рекомендации Европейского общества кардиологов 24-го года в плане дифференцированного назначения того или иного вида антиангенальной терапии мало чем отличается от предыдущих рекомендаций. И вы видите, что на первом месте это коррекция образа жизни, коррекция диеты, коррекция физической нагрузки и избавления от стрессов, коррекция веса, отказ от курения, контроль факторов риска, гипертонии липидных показателей и гликемического профиля, и медикаментозное лечение с учетом эндотипа нарушения коронарных потоков. То есть в зависимости от выявленного показателя аномальной воздельтации микрососудов назначения бета-блокаторов, блокаторов кальциевых каналов, ранолазин, обязательно упомянуется, триметазидин и вабрадин для этой группы пациентов. И при аномальной вазоконстрикции микрососудов, блокаторы кальциевых каналов нитраты, а при спазме эпикардиальных коронарных артерий, блокаторы кальциевых каналов, некарандил, нитраты. Ну вот это картинка, которую я хотела вам показать. Мы опубликовали данные, исследования мы проводили в конце 90-х, начале 2000-х годов, все рекомендации, все публикации были выполнены в 99-м году основные. И от стилухолин мы вводили последовательно в дозах, указанных 0,25-2,5-25 микрограмм, в перенисходящую артерию, при появлении типичных болевых ощущений по типу стенокардии, либо изменения КГ, либо спазме эпикардиальных артерий. Вводился дополнительно радиофарм препарат с проведением последующей анофотонноэмиссионной томографии. С визуализацией, видите, желтым цветом обозначен дефект перфузии по передней стенке, то есть в зоне спазма крупной перенисходящей артерии. Таким образом, была доказана связь между дисфункцией эндотелия и развитием ишемии миокарда в отсутствии обструктивных изменений коронарных артерий. Но вот я должна вам сказать, что, к сожалению, этот метод был достаточно трудоемким. Как вы понимаете, стилухолин может вызвать серьезное нарушение проводимости, и подавлять сенатриальную проводимость, АВ-проводимость. У всех пациентов мы отмечали снижение частоты сердечных сокращений. В среднем ЧСС снижалось на 16 ударов в минуту. У одного пациента был арест синусового узла, что потребовало введение симуляции эндокардиальной. И в дальнейшем мы бы отказались от проведения цитилухолинных тестов, потому что эти тесты не безразличны для пациентов. Они висут дополнительную нагрузку, дополнительные побочные эффекты, жизнеугрожающие в том числе. И мы были вынуждены прибегнуть уже к неинвазивным тестам, то есть верификации ишемии при необструктивном поражении коронарных артерий, но с введением аденозин-трифосфата внутривенно. Здесь я вам показываю слайд последней рекомендации европейской с уровнем доказательств по назначению различных типов медикаментозной терапии. Вы видите, что в принципе кардинально ничего не меняется. То есть по-прежнему коррекция образа жизни, коррекция эндотелиальной дисфункции с помощью ингибитора ПФ-статинов и при доказанных показателях снижения резерва коронарного и миокардиального резерва, то есть миокардиальный резерв это с помощью методов оценки перфузии миокарда, то есть это нам развязывает руки, мы с вами можем заниматься и неинвазивной диагностикой ишемии при необструктивном поражении коронарных артерий. То есть бета-блокаторы в первую очередь и потом уже другие вазодилататоры, ароналазин, некарандил и другие. Вазоспатическая истинокардия отдельная форма, это не микрососудистая, здесь обязательно антагонисты кайца, бета-блокаторы, как вы знаете, не назначаются. И согласно рекомендациям экспертов, но эти препараты не прописаны в последних рекомендациях Европейского общества кардиологов и национальных рекомендациями Здраво-Российской Федерации, но они есть в отдельных публикациях международных. Я хотела бы остановиться на том, что, это было уже показано предыдущими докладчиками, что среди других нозологических форм, в частности при сахарном диабете, возможно развитие микрососудистой дисфункции. И здесь врачи дними препаратами, препаратами первой линии, будут препараты ингибиторы натрия-глюкозного котранспортера второго типа, агонисты глюкогоноподобного пептида-1. То есть вы знаете, что уже получена доказательная база в пользу этих препаратов по улучшению прогноза жизни больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И позавчера у нами был представлен доклад по применению стресса МРТС-АТФ, который позволяет визуализировать субэндокарандиальные дефекты перфузии больных с диабетом даже в отсутствии клиники стенокардии. То есть методы развиваются, и в принципе нам важно с вами верифицировать ишемическую болезнь сердца при неизмененных коронарных артериях. И в качестве противовоспалительных препаратов, это касается пациентов с аутоиммунными заболеваниями, видите, здесь полезными оказываются препараты, воздействующие на тонус сосудов метатриксат, ингибиторы интерлекина-1, интерлекин-6, ингибиторы оркеназа-фасудил. И перспективными представляется исследование по возможному применению такого препарата, как ингибитор фосфодистираза-3-тиластазол, антагонистов рецепторов эндотелина для пациентов с микрососудистой стенокардии. Но в нашей практике мы уже применяем аденозин-активные агенты, то есть пациентам, которым не помогает традиционная терапия в виде бета-блокаторов, антагонистов кальция, нитратов, ароналазина, либо никарандила, мы назначали препарат аминофилин, который помогал некоторым пациентам очень даже неплохо. Но и такие сложные пациенты, их очень мало, к счастью, рефракторная стенокардия, которым не помогает медикаментозная терапия, возможно рассмотрение назначения нарушенной контрапульсации, приема лоргинина или препаратов, воздействующих на центральную вегетативную нервную систему. Здесь я хотела бы небольшой пример, клинические привести пациентке, у которой мы применили ненавазивный тест, то есть мы применили перфузионную КТ на фоне введения ТФ и продемонстрировали успех лечения никарандилом с помощью этой методики. То есть пациентка жалилась на типичный приступ и стенокардии, который возникает при физической нагрузке. По данным Холтера справа вы видите депрессии, небольшие сегменты СТ. Кстати, вы знаете о том, что Холтера скомонитарирование, согласно последним рекомендациям, не является методом верификации шимии миокарда, но для этих пациенток очень важно проведение этого исследования, потому что действительно фиксируется депрессия сегмента СТ. Это было также показано Ириной Анатольевной, это очень важный момент. И, наконец, трассах отрицательная проба. То есть вы, наверное, сталкивали в своей клинической практике нагрузочный тест у пациентов с необструктивным поражением коронарных артерий не дает снижение локальной сократимости при проведении физической нагрузки, теста с физической нагрузкой. Наши пациентки таким образом и провели КТ в коронарографию, не выявлены были обструктивные изменения в коронарных артериях, и вы видите тест компьютерной томографии с введением АТФ, а справа – сомбандокардиальная зона дефекта перфузии практически, это переднебоковая, переднеперегородочная, нижнебоковая стенка, полярная карта, показывает локализацию дефектов перфузии, зоны окрашены оранжевым цветом соответствующие, в целом они составили 60% от массы миокарда левого желудочка. И, согласно рекомендации, мы назначили препарат Некарандил, потому что до этого она получала бета-блокатор антагонисты кальция, и эта комбинация была неэффективна, а препарат доступен в Российской Федерации, он производится с 2009 года, и мы назначили его в стандартной дозе 30 мг в сутки. Почему именно Некарандил? Потому что в его составе, кроме нитратной группы, имеется амидный остаток никотиновой кислоты, который активирует калевые каналы, а это способствует постановлению эффекта по типу ишемического прекондиционирования и артериодилатации, то есть воздействие на тот самый патогенетический фрагмент, который и является пусковым таким звеном развития ишемии при абструктивном изменении коронарных артерий. И что произошло спустя 6 месяцев? Вы видите проведение перфузионной КТ с АТФ, значительное слева уменьшение объема ишемизированного миокарда, то есть оранжевая зона исчезла в передней боковой стенке, и нижнебоковой осталось только переднеперегородочный небольшой участок, и объем ишемии составил 18%. Пациентка с удовольствием продолжает принимать эту терапию, кроме базовой статины, отстил салициловую кислоту бета-блокатора, но вместо антагониста кальца ей, к счастью, помог никорандил. Но и в заключение я хотела бы сказать, что эти пациенты достаточно сложные и в плане постановки диагноза, и в плане подбора терапии. Нам приходится с вами в отсутствии определенных инструментов инвазивной диагностики нарушений коронарной возилитации использовать неинвазивные тесты. К сожалению, они всем доступны, проведение стресс-МРТ, стресс-КТ, но более доступная методика однофотонной эмиссионной томографии, не забывайте об этом, пожалуйста, при совмещении с физической нагрузкой, где вы можете зафиксировать небольшие дефекты перфузии, и они будут связаны с эндотелиальной дисфункцией наших пациентов. То есть достаточно широкий арсенал выявлений шимимиокарда, диагностических средств для верификации шимимиокарда без обструкции коронарных артерий, но также достаточно широкий арсенал лекарственных препаратов. Спасибо большое. Спасибо, Галина Николаевна, вы дали нам надежду. И последний доклад. К сожалению, времени у нас очень мало, и на вопросы нет его. Нам расскажет Кристина Васильевна, она приехала к нам из Томска, фамилия Купьева, а также Гракова, доктор-сотрудник тоже, о механизмах, о некоторых механизмах микроваскулярной стенокардии. Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. На самом деле я расскажу немножко о результатах своего собственного исследования. Мы тоже изучаем микроваскулярную стенокардию, оцениваем прогностическую роль. И вот один из механизмов ее формирования – это сунклиническое воспаление при микроваскулярной дисфункции. У меня отсутствует конфликт интересов. И на самом деле в последнее время все чаще указываются другие патописиологические пути формирования микроваскулярной дисфункции. И вот воспаление, субклиническое в том числе воспаление, является одним из основных патогенетических механизмов, которые приводят к формированию микроваскулярной дисфункции, как следствие развития микроваскулярной стенокардии. При этом многие пациенты, как мы знаем, с микроваскулярной стенокардии, одним из критериев диагностики является отсутствие аструктивного поражения коронарных артерий. Но при этом изменение коронарной микроваскулярной функции как раз и лежит в основе физиологии данного развития состояния и подчеркивает взаимосвязь между коронарным микросудистым руслом и соседними кардиомиоцитами, что приводит к развитию ишемии миокарда. При этом роль субклинического воспаления как триггера микроваскулярной дисфункции является предметом исследования в течение именно последних лет. И все больше появляется доказательство о том, что микрососудистая дисфункция как раз связана с усилением системного воспаления и может существовать с коронарным атеросклерозом либо способствовать формированию сердечно-статусно-сохраненной фракции выброса, являясь основным триггером ее развития. При этом если ранее говорили, что пациенты с микрососудистой стенокардии имеют только плохое качество жизни, то в последнее время также появляются данные о том, что наличие микрососудистой стенокардии ухудшает прогноз пациентов с данной патологией. Поэтому целью нашего исследования было как раз изучить связь микроваскулярной стенокардии с уровнями про- и противовоспалительных биомаркеров и выявить прогностические маркеры развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у данных пациентов в течение 12 месяцев проспективного наблюдения. Нами было включено в исследование 118 больных в среднем возрасте 62 года. Критериями-включениями являлось отсутствие абстрактивного поражения коронарных артерий, сохраненная фракцией образа, синусовый ритм и согласие на участие в исследовании. Критериями-включениями являлись коронарные события, выраженная гипертония и гипотония, тяжелое нарушение ритма сердца, а также тяжелая сопутствующая коморбидная патология, которая могла повлиять на результаты исследования. Для оценки микроваскулярной функции мы использовали метод динамической однофотонной эмиссионной томографии, это двухдневный протокол покой-нагрузка с использованием АТФ. По результатам исследования мы рассчитываем миокардиальный кровоток в покое при нагрузке и резерв коронарного кровотока и снижение резерва коронарного кровотока менее 2-х ювелирных маркером поражения микроваскулярного русла. Также мы проводили оценку эхокардиографии, размеры полости сердца, фракцию выброса, функцию диастолическую оценивали и также определяли с помощью иммунофермертного анализа вышеперечисленные биомаркеры это энтерликин 1-бета, 6, 10, высокочувствительные ЦРБ. И в зависимости от снижения кровотока пациенты были разделены на 2 группы. В первую группу вошли пациенты с микроваскулярной дисфункцией, а во вторую пациенты без микроваскулярной дисфункции. И затем мы наблюдали пациента в течение 12 месяцев проспективного наблюдения. По основным клиникодемографическим характеристикам группы были сопоставимы, однако пациенты с микроваскулярной стенокардии чаще имели в анамнезе диабет, у них чаще диагностировалась сердечная достаточность, сохраненная фракция выброса и они чаще являлись курильщиками. По фракции выброса размером полости левого желудочка группы были сопоставимы, однако пациенты с микроваскулярной ИБС имели более выраженное нарушение диастолической функции. При этом по данным динамической ФКТ у пациентов было выявлено снижение резерва коронарного кровотока, что свидетельствовало о наличии микроваскулярной дисфункции. И очень важный такой момент отметить, что миокардиальный кровоток при нагрузке был значимо ниже у пациентов с микроваскулярной стенокардии, а вот кровоток в покое наоборот у пациентов с микроваскулярной стенокардией был статически значимо выше. Мы трактуем это так как наличие перевоскулярного фиброза, который развился на фоне эндотелиальной дисфункции и системного воспаления, и как следствие ограничения кровотока при нагрузке и компенсаторном увеличении его в покое. По результатам биохимического анализа здесь очень важно отметить, что маркеры воспаления не превышали своих референсных интервалов, однако высокочувствительность CRB и интерлекин-1-бета были статистически значимо выше у пациентов с микровоскулярностью на кардии, тогда как противовоспалительный интерлекин-10 был значимо снижен у пациентов с данной патологией. Интерлекин-6 значимо не различался. При этом только высокочувствительность CRB по данным РОК-анализа являлся маркером, который был связан с наличием микровоскулярной дисфункции, тогда как интерлекины не показали своей диагностической значимости. Здесь представлены данные РОК-анализов по интерлекинов, то есть здесь площадь подкривой маленькая, и P-value не превышает статистической значимости. В течение 19 месяцев наблюдения у нас были зарегистрированы следующие неблагоприятные события, это сердечная смерть, прогрессирование сердечной недостаточности, переход в более тяжелую стадию сердечной достаточности. У некоторых пациентов была впервые диагностирована сердечная недостаточность, а вот конечных точек в отношении коронарных событий нами не было зарегистрировано, и мы это связываем с относительно непродолжительным периодом проспективного наблюдения. И по результатам анализа по Калплану Майера сама микровоскулярная стенокардия являлась неблагоприятным фактором, который был связан с развитием кардиовоскулярных событий у пациента в течение 12 месяцев проспективного наблюдения. При этом не только снижение кровотока, но и гиперэкспрессия антипробиенпи являлись маркерами, которые можно рассматривать в качестве факторов, связанных с развитием неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, тогда как интерлекин и высокочувствительный ЦРБ не показали своей прогностической значимости. Ну и в заключении хочу сказать, что наличие микровоскулярной стенокардии связано с более высокой экспрессией провоспалительных биомаркеров и снижением экспрессии противовоспалительных биомаркеров, что может подтверждать тот факт, что субклиническое воспаление является одним из звеньев патогенеза формирования данного заболевания, и при этом уровень высокочувствительного ЦРБ можно использовать как маркер для диагностики, связанной с наличием микровоскулярной стенокардии. И наличие микровоскулярной стенокардии и гиперэкспрессии антипробиенпи являлись независимыми прогностическими факторами, которые связаны с развитием неблагоприятных сердечно-сосудистых событий. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Кристина Васильевна. Вы сэкономили на время, но один вопросик я задам. В связи с Вашими результатами, как Вы считаете, должна ли меняться тактика лечения пациентов с микровоскулярной стенокардии, если воспалительный механизм, это субклиническое воспаление, играет роль, влияет на прогноз? Да, конечно, уважаемая Светлана Афанасьевна, конечно, мы должны учитывать не только вазоспазм, наличие микровоскулярных изменений, но и учитывать тот факт, что хроническое воспаление может являться триггером развития микровоскулярной стенокардии на углоприятных событиях и воздействовать и на этот путь патогенеза в целом, и разрабатывать какие-то свои методики лечения, которые могут быть связаны именно с блокированием данного пути. Также мы должны лечить комборбидную патологию, которая в первую очередь приводит к развитию хронического субклинического воспаления, так как сахарный диабет, гипертония, ну и другие состояния. То есть мы должны это тоже все учитывать. Спасибо большое. Галина Николаевна, спасибо. Рассказывала, что статины должны использоваться, конечно. СГЛТ-2. Сейчас обсуждаются блокады эндотелина. Действительно, многие лекарственные препараты сейчас исследуются при микровоскулярной стенокардии с точки зрения противовоспалительных действий. Ну, справедливости ради, я хотела сказать, что… Ну, вы найдете эти публикации в литературе. Мы проводили исследование состояния микроциркуляции сосудов кожи, лазерной доплерской флоуметрии у этих пациентов. И наши данные перекликаются с результатами, которые сейчас были представлены. На терапии с татинами улучшаются показатели микроциркуляции сосудов кожи, то есть как зеркало отражает показатели микроциркуляции миокарда. И это происходило вне зависимости от уровня достижения целебого уровня ЛПНП. То есть татины оказывали свои плеотропные эффекты на показатели микроциркуляции, независимо от уровня ЛПНП. Спасибо большое. Коллеги, ну, мы с вами, я считаю, неплохо поработали. И в заключении хотелось бы сказать, наш симпозиум, повторяю, называется «Микроваскулярность на кардии вчера, сегодня, завтра». Вчера это был кардиальный синдром Х, который мы не очень понимали. Это заболевание микрососудов, беструктурные патологии со стороны сердца, со стороны атеросклеротических изменений в эпикардиальных артериях. И вторичная тогда уже она была при гипертрофии левого желудочка, при артальном стенозе, при кардиомиопатиях. Сейчас вы видите фенотипов уже много внутри самой микроваскулярной стенокардии. Она может быть и при абструктивном атеросклеротическом поражении, она может быть и без, она может сочетаться со спазмом эпикардиальных артерий, и она может быть на фоне другой патологии сердца, тех же пороков гипертрофии, кардиомиопатии. Это могут быть и трогенные причины, про это нам тоже сегодня Тарас Ярославович рассказал. Это сегодня. Ну а завтра, завтра все-таки, может быть, будут инвазивные тесты. Все-таки наши коллеги иностранные пишут, что это не так опасно, как вот сложилось мнение в последние годы в России и запретили использование теста соцветилхоленом. Все-таки огромный опыт в клиниках, и, может быть, с помощью этих методов мы можем уже эндотипы микроваскулярной стенокардии определять и в зависимости от этого лечить, потому что лечить действительно трудно. Но, тем не менее, у нас есть методы неинвазивный аффект, правда, с аденозином. Замену ацетилхолену мы придумали холодовую пробу, выполняем ее при МРТ, выполняем ее при ПЭД. Это эндотелий-зависимые нарушения. Это эхокардиография с оценкой кровотока по коронарным артериям. Тоже лучше бы в условиях стресс-теста, аденозина, холодовой пробы. Ну и ПЭД. ПЭД – замечательный метод неинвазивный, который может нам оценить перфузию миокарда. Ну и КТ из перфузии – то, чем занимается Галина Николаевна. Да, уважаемые коллеги, у нас достаточно… Я не рекламирую мантиспиральную компьютерную томографию. Вы знаете, что этот метод – один из неинвазивных в первом ряду диагностики ИБС. У нас достаточно много компьютерных томографов в стране. И, возможно, есть перспективы к тому, что будет внедряться более широко перфузионное КТ в нашей стране. И не забудьте о том, что если к вам на прием придет женщина, молодая, и с болями в области сердца по типу приступов стенокардии, и вы обязаны оценить претесты вероятности ИБС, она у вас получится очень низкой по табличке, которую нам предлагают в настоящее время, вы все-таки отправьте ее на дополнительное тестирование, на проведение однофотонной эмиссионной томографии с физической нагрузкой. Я думаю, что этот метод доступен везде. Определение резерва коронарного кровотока с помощью транстерокарльной эхокардиографии. Ну, в конце концов, просто биологометрический тест, потому что эти пациентки демонстрируют, как показали докладчики, депрессии сегмента СТ при физической нагрузке. И холтерское мониторирование, пусть это не метод верификации ишемии, но вы обязательно увидите там депрессии сегмента СТ. А мы, сопоставляя результаты мониторирования КГ со стресс-КТ, убедились в том, что чем больше объем ишемии у этих пациенток на АТФ, тем более длительные эпизоды ишемии по данным холтерского мониторирования КГ. То есть это не пустой звук, а это, в общем-то, серьезный метод холтерского мониторирования КГ для этих пациенток. И не забывайте о том, что мы лечим не синдром, а болезнь. И, как правильно сказала Светлана Афанасьевна, зачастую у наших пациенток ишемическая болезнь сердца при необструктивном поражении коронарных артерий может быть проявлением какого-то другого, более серьезного заболевания, более жизнеугрожающего. Не забудьте об этом, обследуйте своих пациентов. Спасибо за внимание. Я хочу добавить еще два слова о том, что у нас все больше мужчин с микроваскулярной стенокардии. Раньше мы считали, что это женщины при менопаузе, постменопаузе. Сейчас это женщины любого возраста, в том числе молодые. И мужчины, мужчины, у которых неизмененные коронарные артерии и микроваскулярная стенокардия доказаны. Правда, Гелинка? Так что мужчины к нам подбираются. Итак, всего хорошего, хорошего вам дня. Спасибо большое за то, что вы были с нами. Спасибо.